Всем привет, я Динца, я сегодня принесла что-то новое. Что в Соник Мании может быть интереснее, чем в Дебаг Мод? Дебаг Мод есть во всех классических Сониках. Мы же просто обожаем проникать в разные недоступные места и осматривать уровень. А в Соник Мании можно найти довольно много забавных вещей, если покопаться. Я тут немножечко поразвлекалась с Дебаг Модом и хочу показать вам, что из этого получилось. Только сама Мания у меня еще не пройдена. Для проникновения в Дебаг Мод мне пришлось поставить специальный погрузчик модов. Я начинаю свою серию видосов, посвященных развлечению в Дебаг Моде. Если вам они понравятся, я буду продолжать эти серии. К сожалению, в этой версии погрузчика для Соник Мании плюс нету такого мода, как возможность управлять персонажем во время каст-сцен. Но я делала это еще на старой версии Мании. У меня осталась пара видеозаписей. Если кто-то знает, как можно отмотать игру на предыдущую версию, я могу повторить и сделать еще что-нибудь интересное. Покопаться там как следует. Посмотрите, тут мы можем спокойно пробежать мимо. Ну типа нам насрать на этих игробах, ага. Но нам все равно в центре показывают, как они выкапывают этот изумруд и трубин. Ну а потом мы все равно ничего не можем сделать и нас переносит. Все как надо. Пробегая мимо, мы сначала встречаем тех игробок, которые будут участвовать в каст-сценке за Соника. А чуть дальше стоят еще и гробы специальные для Наклза. Если бы мы играли за Наклза, то мы бы начинали здесь и лежали рядом с птичулями. Вообще обожаю эту тупейшую каст-сценку. Наклз просто лежит, а потом замечает, что на него летит игроба, встает и продолжает смиренно ждать, пока его ударят в лоб. Я понимаю, что Наклз считается тупым, но настолько. Я бы с удовольствием побегала Наклзом в этой каст-сценке. Было бы интересно, наверное. Осталась запись еще со второй каст-сценки. Эй, Эггман, ты про меня забыл, я же твой самый главный робот. Но, Эггман, ну почему ты меня игнорируешь? Че ты меня игнорируешь? Но, Эггман, да че ты меня променял на какие-то яйца железные? Я их всех уничтожу нафиг. Ну так ведь неинтересно, ведь намного интереснее залезать в углы, там проваливаться сквозь землю и так далее. Поэтому мы отправляемся на Энджел Айленд, который нам доступен. Ну что, будем там лазить тогда? Ну а за Соника уже. Где большое кольцо? Дыра в текстурах. Смотрите, как здесь цветочек забагал. А это волшебная вода, которая может мгновенно опуститься. Читкек. А если прилететь до самого конца, то, о чуду, нас тут ждет куча развального хлама. Ну кто мусор в лесу не убирает? О, привет, чуваки. А че произошло? Куда поехало все? Мы даже в дебаге не можем схватить этот камень. Вот тут еще одна сюжетная нелепая хренота. Эти два чувака в капсуле, которые хрен знает как оказалась посреди Энджел Айленд. Там куча хлама лежит. При этом мы узнаем, что один из этих чуваков тоже является одним из этих хламов. И камень этот здесь крутится. Я не понимаю, как это произошло. Кто эту постановку здесь сделал и зачем. Ах да, мы же тут ради дебага, а не ради сюжета. Ля, у меня рейд вздох. А вы знаете, что если ставить табличку окончания уровня, то можно пролезть, ну, дальше, чем начало уровня. Ээээ... Конкретно в этом уровне у меня ничего не получилось. Да, проблема в том, что в энкор моде нету жизней бесконечных. Поэтому мы будем проводить наш эксперимент в обычном режиме. Мы не нашли ничего сверхинтересного в Энджелайленде, значит полезем в Гринхилл. Ну первая всем известная фича это попадание на путь Наклза и мы внезапно оказываемся в пещере Гринхилла. Забавный домик у этой рыбки. Лол, у меня синхронное управление двумя игроками и получается вот это вот ерунда. Тейлз переносит телевизор. Подарите мне кто-нибудь такого Тейлза, чтобы он мне помог с переездом. По-моему это забавно. Кто-нибудь знает что это? По-моему это ствол от пальмы. Теперь вопрос, какого хрена оно здесь забыло? Да-да, место внезапного перехода в пещеры. А это место внезапного выезда уровня. Че вообще происходит? Где я? Вау, вы это видели? Вот это уже прикольно. Здесь прячется босс, который на секунду появляется под землей и потом вылетает наружу. Я не хотела этого делать. Ну вы видите там хвостики Тейлза? Че за кек? А теперь мы можем пододвинуть экран с помощью таблички. Ладно, хватит. Губ стоп я подкрала с другой стороны. Как он тут оказался? Кто выключил свет? Я знаю, это будет довольно неожиданно, но кто-нибудь знает, почему у меня все коценки черно-белые вот здесь. Я помню точно, что у меня раньше они были цветными. На второй к нам пока рановато, поэтому возвращаемся на первый. Сейчас будем проходить сквозь стеночку. Расставляя таблички, надо быть осторожным, иначе можно перевернуть табличку и закончится уровень. Придется либо умирать, либо стараться поддерживать это до окончания уровня бесконечно. Ну а чтобы мне было не жалко убивать Соника, у меня 99 бесконечных жизней. Забавно звучит. Вау, тут что-то есть. Это какой-то недоделанный Гринхилл, на эти платформы нельзя встать, мы просто сквозь них проваливаемся. Лол. Тут реально еще один Гринхилл, пустой, прозрачный, не материальный, но Гринхилл. Это что исходники из изначально того рома, с которого делали этот хак? Ну слушайте, это забавно и довольно любопытно, можно так осмотреть уровень. И мне кажется, что это копия самого акта. Может быть она чем-то отличается, но в целом это какой-то недостроенный уровень. Или прям точная копия даже, я не могу судить. Мне было лень изучать досконально эту территорию. Скорее всего это конец зоны. Дальше не пускает. Ну а теперь можно отправиться развлекаться во второй от Гринхилла. Я его тут сломала немного. Что это было сейчас? Странное место со странными шипами. Вот смотрите, это пещера Гринхилла. А что это за крепота? Вот это дорожка, которая за боссом, это точно. Пофиг на то, что у нас музыка неуязвимости играет. Продолжение следует... Блин, пришлось заново первый ахт проходить. В общем, кто-то закрань здесь не пропускает. Закрань. Тихо. При достижении конца здесь происходит какая-то дичь. Эггман сам взрывается и нам предлагают взбить капсулу. Только при выходе из дебага Соник почему-то оказывается посередине и обязательно падает в помойку. Нечестно. Вот стоило мне встать на землю, так меня переместило сразу. Экран двигает меня. Если вы внимательно на это посмотрите, вы поймете, что его вообще ничем не задело. Он просто взорвался на пустом месте. Ну, бывает. Два вопроса. Первый, где капсула и второй, долго еще будет этот взрыв или точнее его звук. Честно, я понятия не имею, что с этими шарами. Че за волк? Зачем я вообще это сделала? Ну ладно, на этом серия Грин Хилл подойдет к концу. А Химикал Плэнт у нас потом. Ставьте лайкусик, ждите видосик. Продолжение следует, там будет очень интересно. Поэтому подписочка. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»!